Девчонки, привет! Сегодня я снимаю такое видео, которое, наверное, интересно многим. Все же любят посчитать чужие деньги, правда? Хочу сегодня объяснять на такую тему, как расходы нашей семьи в Чехии за месяц. Какие статьи расходов и какие конкретно суммы. Все расходы я разделила по статьям. У меня получилось 9 статей расходов. И давайте начнем. Первая и, наверное, самая крупная статья расходов это жилье, конечно же. Сколько стоит жилье в Чехии? На данный момент суммы выросли, цены выросли на жилье, на покупку, на аренду. Недвижимость выросла в цене. Почему выросла в цене? Ну, потому что есть большой спрос. И полтора года назад, когда мы снимали эту квартиру, мы заключили договор на два года. И, к счастью, у нас цена пока не выросла. Но эта цена у нас фиксирована, остается до октября месяца уже этого года. Получается, будет два года, как мы снимаем здесь квартиру. Мы живем в довольно крупном городе, в хорошем районе на Слованах. И говорю это для тех, кто, возможно, живет в Чехии и приблизительно ориентируется по местности, какой город, сколько населения, насколько развит, какие районы хорошие, какие не очень. Здесь очень тихий, хороший спальный район. При этом здесь очень хорошо развита инфраструктура, транспортные развязки, магазины, торговый центр, бассейн, почта, все, что нужно, в принципе, есть. Автобус, трамвай. В первой доступности буквально две минуты. Автобус еще ближе. В общем, есть все, что нужно. Полтора года назад мы сняли эту квартиру за 10 тысяч крон. На тот момент доллар был 21 с копейками, сейчас доллар уже 23. Ну, конечно же, в связи. Последнее время вырос в связи с этой всей ситуацией. На данный момент суммы выросли. Такую квартиру сейчас можно снять. У нас очень хорошая отступили немножко квартира. После ремонта у нас вся есть необходимая техника абсолютно. Это и духовка, и новая кухня. У нас абсолютно новая кухня, барная стойка, вся необходимая мебель. И после вот заезжай и жили. Стиральная машинка, сушилка, электродуховка встроенная, микроволновка, холодильник, все, все, все. Плита. Поэтому мы довольны. Хорошая, новая, теплая, светлая квартира со всей необходимой мебелью и техникой. Сейчас такая квартира будет стоить на 13-14 тысяч. Это просто чисто за аренду. Это мы платим хозяйке. Плюс еще мы платим до января месяца этого года, то есть полтора года практически, мы платили 3200 грамм почти. Плюс еще это мы тоже платим хозяйке. Она платит уже сама лично, от своего имени, за стоки, вывоз мусора. Плюс в эту стоимость входит еще, собирают деньги на какие-то расходы для дома. То есть до этого собирали деньги, установили в подъезде новый лифт современный. Теперь собирают деньги, мы с января месяца подняли сумму на 500 крон. Теперь подняли сумму, мы с этого года уже будем платить 400, по-моему, или 4200. Будут собирать деньги на утепление дома. Сколько это будет собирать, сколько древней это будет длиться, я не знаю. Ну и в общем, стоки, канализация и все вот эта вот диротизация, все входит в стоимость. Не входит в стоимость уборка подъезда. Наши жильцы так и не договорились, так и не сошлись на том, кто будет, и как будет, и сколько будет собирать. Вроде бы как старшее поколение кричит, что для этого дорого, мы не будем сдавать деньги. У них есть время, они могут по очереди. В подъезде висит график, и мы по очереди. Каждых, по-моему, полтора недели новая квартира, следующая, занимается уборкой подъезда. Это единоразово убрали, помыли полы. Если это зима, то нужно расчистить снег. Если имеется, это зимой снег вообще не было. Абсолютно и уже не будет. Вот. Это входит в стоимость. Если бы еще была уборка дополнительная, Включалась бы в стоимость еще оплата уборки подъезда. Подъезды, подвала. Есть подвал, у каждого там свой отсек, как бы кладовка такая. Все уходит, чистый подвал, можно хранить все, что угодно. Ну, это я, наверное, уже отклонилась немножко от темы. Плюс еще, мы отдельно платим за газ, за воду, за интернет. И за свет. Да, в общей сложности, значит, за... Я не могу вам сказать по расходу, я особо этим не интересовалась, но то, что мы вкладываем всех лимитов, которые были установлены до этого, мы их не превышаем. А по расходу я вам точно сказать не могу, потому что здесь особо это не контролируется. Щетчик света, он закрыт на щитке, там. Можно брать у кого-то ключ, открывать, смотреть. В распечатках этих я особо на это не обещаю внимание. Укладываем сюда и укладываемся. По поводу газа тоже. Здесь я не увлекаюсь как-то... По расходу, по нормам я не могу вам сказать, сколько мы расходуем. Ну, в те нормы, которые были до того, жильцы использовали, мы укладываем все. Платим за... Здесь такая система, вы можете платить с авансом. То есть, если вы какой-то месяц использовали больше, какой-то меньше, в конце года вам пересчитаю, чтобы вам не пришлось доплачивать, вы платите там на 150, допустим, крон больше. За... Газ... По-моему, за газ. За газ мы, по-моему, платим 500, если я не ошибаюсь, из-за средств 50 или наоборот. Ну, вот. Это без учета аванса. Плюс еще мы платим за интернет 400. Я сказала, за воду мы платим. Нет, вода, по-моему, входит горячая-холодная. Входит в стоимость вот этой суммы, которую мы платим к аренде квартиры. Туда входит конденсация, горячая-холодная вода. Мы платим газ, свет, интернет. У нас интернет от UPC. Скорость у нас 10 мегабит, да? В принципе, нас устраивает. Мы менять его не будем пока. Ну, тем более, что они контракт нам уже с апреля месяца продлили на данный момент, в азатая марта. И они, как бы, мы заплатили уже, получается, платят за все на месяц вперед. Так же самое и за квартиру. Платится на месяц вперед. То есть, когда вы заезжаете, будьте готовы к тому, что вам придется заплатить за два месяца сразу же. Я знаю, что наши знакомые платят другие суммы. И в доме некоторые живут платят тоже и меньше, и больше. Вот эта цена, которая идет к оплате аренды, сюда же входит и отопление зимой. Знаете, что интересно, что каждый месяц вы платите летом и зимой определенную сумму. Как у нас в Украине и в России, да? Как у нас в Украине и в России. Мы платим зимой плюс отопление еще, а летом мы платим без отопления, не вода, свет, газ. Здесь каждый месяц будет фиксированная сумма. То есть, чтобы за сезон вы покрыли те, как бы, чтобы якобы не накладным было, и чтобы эта стоимость перекрыла сезон отопления. Чтобы эти суммы, которые вы платите, перекрыли стоимость пользования услугами в сезон отопления. Стабильная и важная статья расходов – это продукты. На продукты у нас уходит в среднем 4,5 тысячи крон в месяц. Курс доллара на данный момент я подпишу под видео. За все время, которое мы здесь живем, цены на продукты выросли буквально на некоторые продукты. А так, в целом, цены остаются стабильными. Такая сумма у нас стоит на продукты плюс-минус. Еще иногда мы ездим в Макдональдс. Если иногда хочется чего-то вкусненького и вредного покушать, то раз, может быть, в месяц мы... Но это не всегда бывает. Вот летом, допустим, мы несколько раз... Вот зимой, допустим, летом вообще не хочется ничего такого. Хотя, если едешь куда-то, мы... Хотя, если куда-то едешь, не хочется брать с собой какую-то еду, потому что это портится, летом мы много путешествуем. Если куда-то мы едем, по пути всегда есть Макдональдс. Мы заехали, купили панели и взяли с собой милкшейк. Прохладительный, хороший, вкусный напиток. Ну, конечно же, не самый полезный. Тоже такая статья расходов. Не знаю, наверное, крон 400-500 в месяц плюс. Вот он же дополнительно. Ну, зимой, конечно, это меньше никаких милкшейков. Это на 200 крон там с копейками у нас в месяц может быть дополнительно уходит. На этом. Машина и обслуживание. Значит, у нас не самая экономичная машина. У нас Audi, турбодизель 2.5. Поэтому у нас в месяц уходит, если вот чисто на работу с работы, в магазин там, наверное, 1800 крон на месяц у нас уходит. Летом эта сетя расходов увеличивается почти, наверное, в два раза. Потому что мы много очень ездим, много путешествуем. Ну, это около, наверное, 2.5-2.800 в пределах. Вот мне вот так вот приблизительно. Плюс ремонт. За этот год, который у нас... Ремонт это нестабильная статья, ну, обслуживание машины, да? Ну, мы не будем говорить ремонт, потому что у нас машина не ломалась. Мы ее вовремя обслуживаем. Например, у нас идет сложная многочажная подвеска. И нам обошлось поменять подвеску. Нам сделали еще поменять масло, конечно же. По-моему, мы меняли масло, меняли резину и что-то еще. Ну, у нас вышло еще что-то около там 10 тысяч, по-моему. Меняли ремень ГРМ. Еще там что-то меняли. То есть нас взяли на 12 тысяч, поговорили о 25. Потому что заказали какой-то хороший набор. И только набор тех элементов, которые нужно заменить, обошелся в 12 тысяч. Плюс они еще за работу взяли. Ну, это зависит от машины, конечно. Какая у вас машина? У нас обслуживание машины обходится довольно дорого. Ну, то есть вот и считайте. 34 тысячи в течение года мы дали за обслуживание машины. Ауди обслуживать, к сожалению, вообще не дорого. Но зато машина хорошая, комфортная, качественная. Одежда. Одежда мы покупаем не каждый месяц одежду, а скорее... А так, наверное, больше по сезону. Перед летом нужно закупить какие-то базовые вещи. Футболки, несколько футболок, брюки. Может быть, шорты, там, юбка какая-то. Если есть какие-то нормальные вещи, которые мне нравятся. Допустим, мы мужу перед сезоном закупились. Или же перед зимой какая-то обувь, возможно, нужна там обновить. Или верхняя одежда нужна какая-то. Знаете, такая проблема есть, что... Есть за что купить. Нет чего купить. Потому что как-то все одно такое однообразное. Поэтому здесь я не могу сказать фиксированную сумму. Но приблизительно, наверное, раз в полгода можно так усреднить. Это, наверное, тысяч восемь. Ну, допустим, если мы купили себе кроссовки, которые я не могла себе выбрать три месяца. Мне и мужу. Кроссовки стоят мои две четыреста. Мужу, по-моему, две шестьсот или две восемьсот. Вот одежда здесь недорогая. Например, футболки можно купить за 250-ку. На скидках осенью хорошо брать. Зимой хорошо брать. Конечно, выбор не такой. Но вот весной, когда еще не слишком. Мужской одежды всегда, по-моему, есть выбор цветов и фасонов. Мужчины, они, знаете, не сильно об основном модники. У них всегда есть, в принципе, выбор. И цены приемленные. В таких сетевых магазинах, как Эчин Дэм. К примеру. Сезон можно носить спокойно. Вообще, каждый день искать. У меня их, конечно же, часто летом. Ну, так, предсезон в основном закупаемся. Но вот в целом, наверное, я скажу такую усредненную цифру. Тысяч восемь, наверное, оно может быть. Хотя это я так на скидку сказала. Обувь дорогая здесь, да. Верхняя одежда дорогая. Нам на двоих, как-то где-то. Ну вот, может меньше, да. Связь, связь здесь тоже довольно дорогая. Но я не знаю, в других тарифных планах у нас. Один гиг интернета, по-моему. И внутри сети бесплатно. На другие сети, по-моему, 3 кг на минуту, если я не ошибаюсь. 3 кг на смс-каспайд. У нас O2 сеть мобильная. И каждый месяц нам нужно пополнять. Для того, чтобы у нас были эти все привилегии. На 350 кг на минимум счет. Также есть Vodafone. И, по-моему, еще какой-то оператор. Там уже по тарифам я вас не сориентирую. Связь, конечно, дорогая. Следующая статья расходов, это развлечения и путешествия. По поводу развлечений сказать. Не могу, что мы особо ходим там как-то по кино, по театрам. Потому что у нас в городе афиша не очень интересная в этих заведениях, в Прагу. Ну, как-то, знаете, мы не любители театра. Кино мы не любим. Мы любим дома выютные, остановочки с вкусняшками. И дома вы посетите к нам посмотреть. Вот путешествуют мы очень любим. Часто ездим, особенно в сезон. Летом мы очень много ездим. И за границу. Вот в прошлом летом мы очень много поездили по Чехии. В Германии, Австрия. Этой зимой мы ездили в Германию тоже. Вот был Берлин и Дрезден. На Рождество мы поехали. Очень красиво. Очень нам понравилось тоже, конечно. Если бы было лето, то вообще было бы шикарно. Ну, Рождество это такая своеобразная атмосфера. Такая, конечно, особенная атмосфера. Наверное, самая дорогая статья о расходах в графе путешествия. Это бронь жилья. Если бы едете на один день. На один день обычно посмотреть, как показывает наша практика. Толком особо ничего не получается. Бегом-бегом это такое. Зря съездили. Нам два дня это вот в самый раз. Опять же, как показывает наша практика. Это не говорит о том, что мы не умеем планировать. Или не планируем наш маршрут. Планируем. Просто ты не успеваешь насладиться всем этим. Вот в среднем цена такого довольно комфортного. Но не самого дорогого жилья. С учетом скидок, допустим. Мы бронируем там, где и все жилье. И с учетом скидок она выходит где-то в среде 1200-1500 крон. Номер на ночи. Можно, конечно, найти дешевле. Это зависит от города, от страны. Например, в Волослове мы останавливались за 600 крон, по-моему. За 500 или за 600 крон. Это вообще за 20 долларов, девочки. Там такие апартаменты. Просто идеальная чистота. У меня, кстати, есть видео на канале. Я оставлю здесь ссылочку. Это очень дешево, правда. В Волослове прям цены такие довольно доступные на жилье. Австрия, Германия, Чехия, кстати, тоже. Очень вкусаются цены. Также в путешествиях это еда какая-то. Естественно, мы там что-то покупаем. Раньше мы покупали что-то и в поездке. Сейчас мы решили таким образом сэкономить свое время на поиске магазинов. Не зависит от того, когда она закроется, захочется нам поесть, захочется нам попить. Берем с собой, закупили, машину загрузили, поехали. Не носить жена. Тоже не в руках носить. Поэтому этим самым экономим и деньги, и время. Ну, я не знаю. На каждую поездку, наверное, 300-400 крон. Это закупить с собой еды какой-то. На два дня и попить. Плюс же еще у нас, плюс еще у нас на топливо, не могу сказать, зависит от того, куда, на какое расстояние, как далеко мы едем. И также еще в эту статью можно включить парковки. В парковке везде проблемы в Европе, насколько мне известно. Есть платные парковки. Это тоже нужно включить в статью расходов. Цены тоже разные. Поэтому здесь я как конкретики какой-то не скажу. Страхование. Это немаловажная статья и обязательная статья расходов в Чехии. Страхование медицинское. Страхование социальное. И страхование машины. Автостраховка, или как это называется. Мы, когда первый раз оформляли страховку на нашу машину, там, по-моему, зависит от года выпуска машины, от вашего водительского стажа, так как в Чехии это была первая машина наша, то нам довольно дорого обошлась страховка. И это не самая дорогая страховка еще. Нам обошлась страховка в 10 тысяч, по-моему, или в 11 тысяч крон на год. Страховку можно разделить на полугодие, заплатить частично. А в этот раз нам уже пересчитали страховку за второй год. Получается, нам насчитали 6 тысяч. Та же страховка у нас. Страховые разные, нужно консультироваться, потому что одну и ту же страховку нам посчитали в другом страховом агентстве. В Чехии их не так уж и много. Но в другом нам посчитали 15 тысяч. Поэтому на одну и ту же машину, по всем тем же параметрам, выбирайте, смотрите и интересуйтесь, считайте, выбирайте. Не стесняйтесь, все нормально. А теперь статья по поводу страхования социального и медицинского. Медицинское страхование это по закону обязательное. Ну, социальное, естественно, тоже. Давайте начнем с медицинского. Здесь в общем. Медицинское страхование. Страхование медицинское и социальное платят все работники. Значит, давайте, мы сейчас не будем касаться категории частных предпринимателей, да, потому что я в этой сфере некомпетентна, сколько они там, чего кому платят. Возьмем среднестатистического работника, который работает на работодателя. Значит, социальное страхование идет, это пенсия и декрет больничный сюда входит, высчитывается до 31,5%. Медицинское страхование посчитывается до 13,5%. Это страховка покрывает медицинскую помощь, какие-то операции, в общем, все, что связано с обращением в больницу, лекарством. Но лекарства не все. В какую-то часть есть определенная группа лекарств. Смотря, это зависит от того, какая у вас страховка. Может быть, на сайт страховой компании зарегистрироваться и войти в личный кабинет, и посмотреть, какие товары, какие услуги покрывают. Например, стоматологические услуги, они не входят в какую-то там среднестатистическую страховку. В основном это все оплачивается индивидуально. Значит, медицинское страхование 13,5%. Следующая статья – это налоги, конечно же. Каждый месяц работник должен уплачивать, хватить налог. Минимальная сумма – это 2070 крон. Если я не ошибаюсь, на данный момент. В месяц. В год человек должен заплатить 24 840 крон. Это обязательно. То есть, если вы работаете, допустим, 9 месяцев, у вас все равно вы считают в году. Вы все равно должны заплатить 24 840 крон в год. В начале каждого года подается, как это, декларация или, ну, в общем, в налоговой вы считаете, рассчитываете. Либо это же делает фирма, либо вы сами, на которой вы работаете, либо вы сами едете туда налоговую, считаете свои налоги. Подаете эти документы туда, и вам там, вы считаете, есть определенная формула, там все расписано. Либо же они вам могут помочь, там если вы, например, в первый раз можете попросить их. И вы видите, если вам ничего не нужно доплачивать, бывают такие случаи, что вам какую-то сумму там возвращают. А бывает такое, что если вы не доработали, например, 2-3 месяца, вы должны доплатить эту сумму. А еще есть такой один интересный момент. Кто не платит налоги? Налоги не взимаются с низким доходом, это до 10 800 крон, что-то такое, в месяц. Люди, у которых не работает муж. Ну, я не вникала в этот вопрос, но я так понимаю, что нетрудоспособным является. Она не лежит на диване и не хочет идти работать. Также родители, детей, инвалидов, я себе записала, чтобы ничего не забыть, не платят налоги. И еще вы можете вот эту налоговую ставку ежемесячную обязательно, вы можете ее понизить, если у вас есть дети, если у вас есть ипотека. Это вот я точно знаю, может еще какие-то статьи, может еще какие-то дополнительные функции сюда входят, по которым вы можете снизить свое нововое обложение. Ну и последний пункт остался у нас накопление и техника и накопление. Почему я это включила в одну статью расходов? Потому что, либо же, если мы не покупаем, мы откладываем, либо на какие-то цели наши, и потом вкладываем эти деньги туда, либо же мы покупаем какую-то технику. Допустим, надо обновить телефон, или надо там купить какую-то технику в дом. Либо же мы откладываем это, как накопление, и вкладываем это в образование, в свое развитие, в какие-то наши цели. Опять же, это развитие. Поэтому я это включила в одну статью расходов. Ну и здесь, естественно, цифры я вам тоже не назову. Ну и надо учитывать, что это не каждый месяц. Поэтому вот таким получилось мое видео. Пишите в комментариях, если остались какие-то вопросы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик в правом перстном углу канала. Всем спасибо за внимание. И я с вами обращаюсь до следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok